Изменения русла реки Лена могут оставить новый водозабор в Якутске без достаточных объемов воды. Своё беспокойство о надежности крупного социально значимого объекта выразили депутаты Гордумы на первом заседании в новом году. Речь идет об изменениях русла реки в промежутке Адамовской протоки, на берегу которой и строится новый водозабор в столице. Ожидается, что в 2018 году этот долгожданный объект должен наконец избавить нас, горожан, от проблем с коричневой водой каждую весну из-под крана. Как на самом деле обстоят дела со строительством важного сооружения и насколько оправданы опасения, выяснила Саргылана Захарова. Уже в следующем году жители столицы должны раз и навсегда забыть о грязной воде из-под крана. Каждую весну проблемы с некачественной водой создают головную боль не только жителям, но и самим поставщикам. Многочисленные жалобы и судебные процессы по перерасчету выплат ударяют по кошелькам и той, и другой сторон спора. Но все должно поменяться с запуском нового водозабора. Строительство идет уже второй год. Отставаний по графику нет. Мы должны закончить в этом году строительство первой насосной станции, первого подъема. Должны закончить здание очистных сооружений, металлоконструкции, панели и здание реагентного хозяйства. С технологическим оборудованием тоже заказаны. Однако, как оказалось, не все так безоблачно. В ситуацию вмешалась мать природа. Ученые уже не первый год наблюдают за изменениями в русле реки Лена. Вода уходит от города в правую сторону, а отдельные полноводные участки начинают мелеть. Так, Адамовская протока, на берегу которой строится новый водозабор, рискует серьезно потерять в объемах. И эти процессы начались еще несколько лет назад. Сегодня они уже влияют на работу действующего водозабора. Выносы тех взвешенных материалов и грунтов, которые были подвержены размыву в городской протоке, в Хатестахской протоке, они стали интенсивно отлагаться в средней части Адамовской протоки. В результате водозабор у нас стал закрываться огромным песчаным массивом. И на сегодняшний день ситуация с нашим водозабором, можно сказать, очень неудовлетворительная. В зимний период эти пески практически полностью перекрывают воду. Чтобы как-то решить проблему, администрация управления Ленского бассейна по заказу водоканала оборудовала водные прорези. Сегодня воду берут из нее, но это будет возможно только до наступления весны. Изменения в русле реки, кроме того, повлияли и на судовой ход. Так он перешел на дальнюю Бореларскую протоку. Адамовская перестала быть главным судоходным участком. И это может повлечь за собой определенные последствия. Раз она не главная, соответственно, там не движутся суда. Там меньше вероятность проведения дноглубительных каких-то работ по увеличению водности и тому подобное. Бореларская протока, она удобная для судоходства. И, как я сказал, в прошлые, в 50-е даже годы, в 60-е годы судоходство по ней осуществлялось. Сейчас река снова туда возвратилась. И к таким выводам пришли по итогам исследований прошлого года, которые проводил Московский госуниверситет в рамках госконтракта с Академией наук Якутии. Ученые уверены, если не предпринять конкретные меры, то естественные процессы доведут ситуацию до критической. Сооружение уже строится, значит, и те средства, которые туда затрачиваются, они просто должны как-то быть оптимизированы и в части того, чтобы выполнять вот эти вот русловые, руслорегулирующие определенные мероприятия. И я думаю, что водозабор вполне удачно может, так сказать, работать и существовать. Но сегодняшняя ситуация, она, конечно, очень неприятная, можно сказать, критическая. Один из вариантов решения проблемы – установка так называемых шпор на острове Пономарев. Это должно увеличить водоток в Адамовскую протоку. Надо строить во главе острова Пономарева несколько шпор для прижатия речного стока к нашему берегу водозабора, ну и судовой ход нормализовать. Не только проблемы водозабора, но там и пути судоходные тоже имеют трудности, поэтому у них вот такие рекомендации вырваны. Но в правительстве к ситуации относятся менее пессимистично. Как они отмечают, благодаря забору воды из глубин реки даже при низких уровнях удастся поддержать необходимые объемы. Проект прошел государственной экспертизой в главгосэкспертизе в Москве. И в период прохождения экспертизы такие же вопросы задавались, эти проблемы рассматривались. Но после рассмотрения проекта принято решение о положительном рассмотрении этого. Заметим, что естественные процессы в природе в большинстве своем имеют цикличный характер. И то, что происходит сегодня на реке, не исключение. Ученые отмечают, вода вернется. Но когда это произойдет и с какими изменениями, пока говорить довольно трудно. Как именно повлияют русловые изменения на водозабор и будет ли чистая вода в кранах, узнаем уже через год.